Это выступление посвящено продукции фирмы EOS. EOS является одним из лидеров нашей темы, которую мы сегодня обсуждаем. Существует с 1989 года и в мире работает более 3000 машин. Немало из них работает и в нашей стране. Это классическая система спекания порошков. Послойно модели разбиваются на слои, зато мы вытягиваем слой за слоем. И лучом лазера спекается или сплавляется в зависимости от того, что у нас пластик или металл. Главное преимущество, которое дает этот процесс, мы должны, хоть это всем и так ясно, но немножечко все же давайте уточним. Свобода дизайна ничем не ограничена, в отличие от классической механообработки. Снижение веса в тех местах, где мы автоматически получаем утолщение, усиление или же нетехнологично, мы можем выбрать эти места, создать пустоты или же понизить резко толщину. Ну или вообще перейти в сетчатую структуру, которая создает и жесткость, и прочность, и воздушность. Экономию веса таким образом мы создаем автоматически. Несколько деталей можно объединить в одно. То, что обычно свойственно, например, технологии лития пластмасс под давлением или же формование, здесь автоматически решается за счет конструирования на стадии создания изделия, то есть агрегатирования. Плюс мы можем создавать с той же простотой, как серийные детали, так и индивидуальные, и разницы в цене мы не получаем. В отличие от серийного производства, опять же, литьем под давлением или же механообработкой. Поэтому можем решать как индивидуальные задачи, так мелкосерийные, так и крупносерийные. Полностью отпадает необходимость в оснастке, то есть сокращение времени подготовки производства. Деталь можно воспроизвести, имея модель в любой момент, а не только тогда, когда оснастка установлена на нужные единицы оборудования. Ну и внесение изменений, опять же, поштучно, в любой момент выпустили изделие, нашли ошибку или недоработку, или как улучшить, и тут же внесли и получили это новое изделие. Таким образом сокращается время выхода нового изделия. Здесь маленькое кино от EOS, оно немножко тормозило. Это как у EOS видит организация процесса создания, принятия заказа. И это не так, цифровое производство в картинке. Так оно на базе аддитивных технологий. Мы имеем безводные технологии. Пароль людей заменяют проводов, пенешки, роботы, аминикуляторы. Процесс полностью автоматизирован. По производительности, места, на базе аддитивных. На базе аддитивных технологий, которые находятся на базе аддитивных технологий. Это лазер. Вот машинка с одремя лазерами, которая одновременно работала. Автоматическая смена. Продолжение следует... 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 до самой большой p800 на этих машинах обрабатывается можем получать все варианты из тех порошков которые я вас мы сейчас ниже посмотрим предлагает ну и машина p800 это та единственная реально существующая в мире машина которая реально спекает порошок полиэфир эфир кетона ну новая машина p500 отличается от верхней линейкой тем что она уже создана как машина встраиваемых цифровое производство где куча датчиков обратные связи и она может на этой машине могут спекаться порошки до температуры 350 градусов то есть более низкой температурной версии полиэфир эфир кетона то из самого модного на сегодня материала для полимерного материала для производства изделий это и если пойдет да это то та технология будущего которую предлагает есть на сегодня мультира для саидения системы спорту аha линьер синий процесс developed with more than 25 years experience and achieve the lowest cost per part using two powerful lasers the large building volume and the most advanced recoder on the market Here is the automation-ready manufacturing platform for 3D printing on an industrial scale. The all-new EOS P500. Starting with EOSprint 2 with production-ready design. And increase your uptime thanks to clever accessories, such as a heating module and intelligent interfaces. The re-coater applies and densifies material at the highest speed in the market, enabling rapid part production for serial manufacturing. Extensive sensor technology, plus optical and thermal monitoring, enable excellent process control. The intelligent gas management ensures robust process conditions for excellent and reproducible part quality. The EOS P500 offers a range of operating temperatures that enable maximum flexibility, even for high-performance materials. Ready for automated industrial manufacturing? Be ahead of the competition with the EOS P500. Ну вот это машина EOS P500, это новый вариант машин EOS, которая полностью готова, чтобы встраиваться в безлюдную технологию или цифровую технологию, где все автоматизировано, роботизировано. Только дали задачу и все поехало. Значит, если машина у нас стоит спекание в центре, то под краям это периферия для растаривания, обработки порошка, затаривания и так далее. То есть сама по себе машина еще требует определенного насыщения вокруг себя оборудования, а также денежных затрат. EOS P500 предлагает определенную гамму материалов, базовым является полиамид 12, но так как у нас выставка интерпластика, поэтому немножко, раз уделим внимание больше пластикам, и для чего, и почему, давайте подумаем. Значит, вот все, которые PA22, это все с 22 начинающиеся, это полиамид 12 и дальше там еще будут. Из всей цепочки полиамид 6, полиамид 66, полиамид 610, полиамид 12 он является и самым лучшим по свойствам, и самым дорогим. И одним из его преимуществ это то, что у него минимальное среди всей этой цепочки влагопоглощение. Соответственно, имея все хорошие физико-механические свойства, они не будут изменяться от влаги воздуха в плюс или в минус, и соответственно будем получать устойчивое качество. Значит, фактически все конструкционные пластики, так или иначе, полиамид 12 может своей физико-механикой заменить, обслужить. Поэтому он взят за базу, и мы можем четко изготовить образцы, прототипы, действующие модели. А вот с серийным производством здесь и существует, конечно, некое недопонимание. Ну, во-первых, у нас нет особой культуры пользования полиамидом 12. То есть нам нет деталей, которые автоматически мы можем из серийного производства вытеснить аддитивным производством и сразу напрямую заменять. В таком объеме, как хотелось бы. Во-вторых, большинство наших пользователей, наверное, среди тех, кто здесь находится, это фирмы, которые должны работать исключительно на отечественном материале. А у нас в стране сам полиамид 12 не выпускается. В-третьих, мы можем в большинстве случаев должны марку материала, которая заложена в чертеже и уже утверждена во всей подготовке производства, из этой же марки выпускать детали. Как бы нам не хотелось из ПА-22-00, то есть из чистого полиамиду 12 изготавливать быстро, без оснастки, из любой модификации, включая индивидуальные детали, мы не можем, потому что в чертеже будет стоять, например, армамид ПА-СВ и так далее. Или же там, не знаю, просто полиамид 66, такой-то, такой-то. Поэтому здесь организационные трудности мы должны сначала понять, можем ли мы этот материал на старте, еще перед покупкой оборудования использовать для серийного производства. После этого покупать оборудование, материал и выпускать серийную продукцию, а не потом прийти к выводу, что когда мы прошли все этапы опытного производства, что деталь это выпускать мы не можем. Это связано со всей гаммой всех материалов по всем аддитивным технологиям полимерным. Ни один материал не имеет прямого аналога и, соответственно, при жестко записанной в спецификации марки материала автоматически по аддитивной технологии мы серийные детали производить не можем. Но в то же время производство деталей, как опытное производство, как мелкосерийное, как единичное, абсолютно экономически выгодно и решает все задачи, которые конструктор и технолог не могут решить на старте в силу определенных своих возможностей. То есть все ошибки мы тут же вскрываем, изготавливая полимерные детали на машине по СЛС-технологии. В отличие от технологии FDM, когда мы из ниточки фактически имеем колоссальную анизотропию по координатам XYZ и ничего общего с реальными деталями эксплуатационные возможности этих деталей не имеют. Здесь же мы практически приближаемся к отлитым деталям по технологии литья под давлением или к отфрезерованным деталям из заготовки. Мы получаем практически монолитную структуру с теми же свойствами, которые дает этот материал вообще свои табличные значения. Очень интересная модификация ПА-3200. Это стеклонаполненная модификация, соответственно увеличиваются прочностные и тепловые характеристики. Но падает жесткость. Есть модификация Carbon-Mite. Это графитонаполненная со своими хорошими, в первую очередь, электропроводность, теплопроводность оригинальная. И в принципе считается, что это один из самых графитонаполненных полиамидов, самых оптимальных марок материала для спекания лучом лазера. Совершенно не используем, мне кажется, с огромным потенциалом материал марка Alumite. Это с алюминиевым порошком мы фактически можем делать оснастку. Сейчас очень модное направление изготовления оснастки из различных материалов по аддитивным технологиям. Практически все, что пишется, несмотря на большие названия фирм и имена писателей, все не имеет прямого эффекта в нашей стране. Про металл скажем чуть позже, про пластик скажу сейчас. Значит, вот Alumite это один из немногих материалов, из которого можно легко, быстро и качественно сделать опытную оснастку, например, вставки к фуансонной матрице, к форме для малых серий. И при правильном применении этих полимерных вставок в стальных обоймах, мы можем отливать, скажем, пилотные серии до 100 отливок, в зависимости от полимерного материала, из которого мы будем делать детали, либо вообще до 300-500 отливок. Если материалы типа резиноподобные или же низкотемпературные, прилетят типа полиэтилена, полипропилена. Внизу написан очень красивый EOS Peak HP3. Это полиэфир и феркетон. Фактически наша вершина в пирамиде полимерных материалов. Суперконструкционный пластик, прекрасно. Лить его в стандартном литьевом производстве, значит, нужен специальный термопласт-автомат с температурой литья 450 градусов, почти ни у кого его нет. Специальные термостаты для температуры формы при литея 200-250 градусов. Их практически нет в литьевом производстве. Это производство литья цветных металлов. Соответственно, подготовка производства, получение деталей из пик, очень дорогостоящая в литьевом производстве. Тот же мы, загрузив порошок, можем спекать. Есть и только не одно но. Это только машина P800. Их в мире продано 3-5 штук. И главный недостаток – это машины с большим габаритом. То есть они рассчитаны на 3-3,5 килограмм деталей. Нам просто… у нас таких задач нет в стране, чтобы из пика изготавливать детали либо такого габарита, либо такого количества. Поэтому это немножко сказочно. И, к сожалению, у EOS в программе нет машин на маленького типа размера для переработки пика. Но, собственно, больше ни у кого с точки зрения спекания порошка машины нет. Все примеры есть в практике, из жизни, из выставки, из печати, где по технологии FDM из ниточки получают детали из пика. На самом деле мы получаем не детали, а муляжи. Потому что они не имеют той физико-механики, которая за эти деньги нам предлагается. То есть координата Z вообще никакая. А сама технология FDM такова на сегодняшний день, что деталь имеет огромное внутреннее напряжение и практически неработоспособна под нагрузкой. Ну и из модных материалов сейчас я не могу понять для чего. Вот в самом низу написано ПП 1101. Это полипропилен. То есть на сегодняшний день начинают спекать на PSLS технологии, в том числе фирмы EOS, из полипропиленного порошка детали. Это один из самых дешевых материалов. Форму под него сделать несложно. И как он будет конкурировать. В качестве промежуточных, то есть опытных серий или опытных моделей порошок полиамид-12 полностью перекрывает возможности полипропилена. И где здесь экономика, пока не очень понятно. Ну и наконец, вот предпоследний про МК-101. Это полистирол. Из него печатают выжигаемые модели для литья металлов. Это вот абсолютно уникальная ниша. Прекрасно себя экономически оправдывает. И не имеет проблем со созданием сложных деталей. Следующая серия установок. Это установки для спекания металлов. На самом деле это не наша с вами тема этой выставки. Этими, как опять же большинство популяризаторов от этих технологий считает, что вот сейчас мы купив эти машины будем спекать формообразующие пуансоны матрицы с так называемым конформным охлаждением. Завтра будет по этой теме тоже доклад. Это все не имеет экономической под собой основы никакой. Я вас уверяю, любая формообразующая деталь, изготовленная на хорошем ЧПУ, будет сделана дешевле, быстрее и качественнее с точки зрения поверхности. Потому что все то, что мы спечем из металла, как формообразующие для литья под давлением или экструзии с раздувом потребует потом эти так называемые зеленые модели установить на станок ЧПУ и потом дообработать поверхности до той точности и той частоты, которой нам надо. То есть мы сначала мучительно будем спекать детали, потому что сложные детали не сразу получаются, и их физика-механика зависит от расположения в пространстве. Значит, нам надо будет немножко поэкспериментировать. Потом установить на станок ЧПУ-3 или 5D и обработать, снять до миллиметра, иногда до двух, но в лучшем случае две десятых. Потом все равно отдать слесарю, дополировать. И самое главное, что максимальный красивый описанный эффект от спекания формообразующих деталей на установках, на аддитивных технологиях, независимо от технологии, заключается в том, что есть возможность сразу создавать внутренние поверхности, то есть каналы охлаждения максимально эквидистантной к рабочей поверхности и переменного сечения, так называемые, ну не важно. В общем, комфортное охлаждение. Мы забываем только одно, мы создадим прекрасное охлаждение, относим форму с этим великолепным, суперсложными каналами охлаждения в наш цех, и наша вода, совершенно неподготовленная, так называемая, ни термоумягченная, ни коррозионная, ни с ингибиторами коррозиями, в течение месяца уничтожит всю эту систему напрочь. Но очистить ее будет невозможно. Поэтому это прекрасные машины и технологии для прямого создания деталей в авиации, в космосе, в тяжелом машиностроении, в нефтепереработке, но не для формообразования, для пресс-форм, литьевой форм и раздувных. Вот это я прошу вас запомнить. Ну, это вот новые пошли, а сейчас там была вот еще одна кинушка про новые машины для спекания металлов, так как все-таки здесь среди докладов, я считаю, что эти доклады в основном для выставки металлообработка, а не для интерпластики, потому что здесь очень... Нет, не хочет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Кулакова Но это даны опции, которые входят в набор современной машины, облегчающей жизнь оператора этой машины. Для разного типа машин идет определенный набор всяких хороших новостей технических. ЕУС уделяет много внимания идеологии контроля качества. И, соответственно, машины снабжены специальными системами. Вот про самую правую систему это автоматически. Остальные три варианта связаны с контролем заполнения равномерности слоя порошка. Powderbed, Melt Pool это контролем процессов непосредственно в зоне, где идет вплавление. И ExpoSure OT это оптическая томография уже готовой детали. Оценка качества и анализ. Деталь получилась качественной или же с дефектом. ЭОС State Monitoring Suite ЭОС State Monitoring Suite ЭОС State Melt Pool Measures and analyzes the melt pool behavior in real time. This enables you to detect part defects and analyze the homogeneity of parts. Also, ЭОС State Melt Pool provides deep insights for your process development. ЭОС State Powderbed monitors each recoating cycle to detect recoating failures or particles in the powder bed. Finally, ЭОС State System in combination with ЭОС State Laser monitors the basic process influencing conditions such as axis, atmosphere and temperatures. laser power and online laser power control understand your process better in every part in every layer in every spot with EOS State Monitoring Suite ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, а тут показано, как этот процесс, который мы в виде видео, так они проходят в машине и в конце идет вот распечатка с параметрами процесса. Можно всегда проанализировать по отчетам, какие результаты и где был. ИАС анализировать потом сопоставить качество с параметрами, где были отклонения параметров и как они сказались на конечном качестве. Ну, и соответственно, как модуль, каждый из этих модулей за что отвечает. Все это, соответственно, приводит к качеству, которое, к воспроизводимому качеству. Одна из главных проблем аддитивных технологий это получить воспроизводимое качество одних и тех же деталей в разное время и хотя бы на одной и той же машине. Или на разных машинах, аналогичных машинах. Вот этот вот подход дает возможность именно выполнить эту задачу. С материалами металлическими немножко получше. Если мы увидим, ну, кроме самой верхней мартенситной стали, дальше идет большой набор нержавеющих стали, но на самом деле это все примерно аналог нашей 40-13. Единственное, вот это вот то, что переведено как коррозионостойка, нержавеющая сталь, это, скорее всего, типа нашей Х-18, потому что, или 90-95 Х-18, потому что, в общем-то, небольшой экскурс в стали, чтобы правильно понимать, нержавеющие стали делятся на три части. На те, которые нержавеют от влаги воздуха, это содержание хрома выше 13%, до 13%, часто их называют нержавеющие, но они даже вот просто будут лежать в помещении и начинают покрываться патиной. Значит, от 13% и выше это те, которые нержавеют от влаги воздуха, а выше 18% хрома нержавеют от влаги, просто если мы бросим в лужу, или будет капать дождь, то она не будет ржаветь. Поэтому нержавеющая сталь одна совершенно другая, чем как просто описание нержавеющие. И дальше пошли специальные сплавы, которые с успехом используются в нашей авиакосмической отрасли. И еще отдельный разговор о титановых сплавах. Среди них есть отдельный вот Элиай. Это медицинская. То есть, на самом деле, если применение аддитивных технологий в машиностроительных или, скажем так, в оборонной отрасли очень сложно, потому что все очень сильно, все физико-механические характеристики зависят от направления, как мы детали располагали на машине, как мы ее выращивали, где проходят векторы нагружения, то в медицине, ну, за исключением вот в предыдущем докладе был вот этот костыль для тазобедренного сестава, то в медицине практически любая деталь полученная, что по аддитивным технологиям, что полимерная, если она подходит как материал для медицинского применения, что металлическая заведомо проходит по всем своим физико-механическим свойствам, поэтому применение аддитивной технологии в медицине дает возможность перейти от универсальных деталей к персонифицированному, чтобы каждому конкретному больному изготавливалась его запчасть, кости, сосуды, какого-то там хряща и так далее, или мышцы, и это светлое будущее как общей, так и нашей медицины, и здесь проблема только одна, под названием Росздравнадзор, который очень медленно выдает разрешение на получение, на возможность медикам применять эти изделия, все остальное аддитивные технологии решают. Спасибо за внимание. Вопросы будут Владимиру Георгиевичу? Если нет, тогда было письмо Росздравнадзора официальное о том, что кастомизированные импланты не требуют сертификации, поэтому уже сегодня можно печатать все, что угодно, и это не требует сертификации. Мы печатаем и ставим. письмо есть, только мы все знаем, что доктор, который готов это все внедрить, ходит либо под запретом на профессию, либо под посадку в тюрьму. В случае чего. Поэтому, кроме того, что называется медицинская апробация, такие серьезные медики, как правило, без бумажки не хотят на себя вешать эту проблему. Вы правы, они требуют сертификацию порошка, чтобы медицинские вот эти аспекты учесть. Второй вопрос. А как быть с водородным охрупчиванием имплантов? Потому что детали получаются высокопористые, и водороду энергетически выгодно забираться в эти поры. Со временем набирается давление, лет через пять деталь титановая ломается руками. Это та, которая в тазобедренный сустав. А остальные не выдерживают таких, не требуют таких нагрузок. Это раз. Во-вторых, с водородом и в технических деталях должны бороться. Там есть газостаты и другие возможности. Ведь в том-то и дело все то, что мы преодолеваем для технических деталей, в медицине автоматически проходит. И на той же самой машине и из того же самого Титана мы можем делать и деталь в самолет, и в ракету, и в человека. Но нет. Но если мы ее решим, а в космос можно с водородным охрупчиванием или в Боинг? В Боинге 200 деталей сейчас титановых летает, значит, у них нет этого охрупчивания. Значит, мы проходим этот процесс. Точно так же мы проходим его и в медицинских деталях. ну сколько? Добрый день. У меня вопрос следующего характера. в таблице были представлены порошки металлические. Кто является производителем и поставщиками данной продукции? И если вы являетесь представителем компании, ваша инженерная компания является официальным дилером, на российском рынке, то как будет организован вопрос доставки этих порошков на территорию Российской Федерации? Спасибо. Ну, те порошки, которые предлагает ЕОС, мы их и поставляем, и они находятся у нас на складе. Те, которые часто применяются, мы постоянно держим либо под заказ. А сейчас активно, и здесь вот в списке выступающих есть поставщики, производители отечественных порошков, идет активный поиск применения этих порошков на импортных машинах. Проблема я в чем? Я поэтому и спросила, что это заменяемо российской продукцией, либо ваши машины только под их продукцией металлической порошки? в чем проблема. Все аддитивные технологии, особенно в полимерных материалах, так или иначе закрывают свои входы, назовем это так. А все FDM машины фирменные, чипованные, вы не можете эту леску, которую на каждом углу у нас продают, вставить в фирменную машину. Туда она ее не читает. Только в самодельной или полупрофессиональной, которая сейчас у нас активно тестируется. Туда вери ниточку или филамин, как его называют, и устанавливай, какой хочешь. Очень сложно с машинами спекания полимерного порошка. Там, в общем-то, черный ящик, и мы можем играть только температурой камеры и немножко температурой лазера. Ну, может быть, скоростью чуть-чуть, и все. Что касается с металлом, то там проще. И фактически отечественный титан, а мы представляем, что, скорее всего, тот импортный титан, который мы привозим, это все равно наша верхняя солда, только, так сказать, как это, реэкспортирована. То есть, это все равно на 70% вероятность наш порошок. То есть, автоматически он прекрасно спекается и идут поиски вот с всеми нашими самыми прогрессивными фирмами, замена всех этих кобальт, хрома, титан, никель и жаростойкие стали на отечественной марке, потому что, то, что я и сказал, нельзя применять в этих изделиях импортные материалы. Ну, последний вопрос у меня по следующего характера. Медные порошки ваши машины поддерживают или сплавы на основе меди, там, чистая меди, 99? По-моему, сейчас это идут эксперименты. Сейчас активно алюминиевые работают с алюминиевым, с нашим алюминиевым главным поставщиком и этот вопрос решаем, и отечественные алюминиевые порошки прекрасно спекаются, а насчет меди я просто не в курсе. Я так подсобляю, я могу дать его визитку и вы с ним поговорите. Да, я в курсе, я хотела знать их но вот там проблема с длиной лазера. О, институт пластмасс. Слышно, нет? Я не слышу все. Это требование к полимерным порошкам по размерам, по дисперсности и какая получается анизотропия свойств порошкового изделия по сравнению с литиевым и плотность. Все порошки, которые мы с вами применяем по СЛС или СЛМ технологии требуют сферичности, чтобы была более плотная упаковка. Как правило, у всех их насыпной вес колеблется где-то от 0,4 до 0,5 грамм на сантиметр кубический, но и если обеспечивается монолитность при спекании или сплавлении, а все к этому стремятся, то плотность приближается к штатной плотности материала. Например, полиамид-12 примерно сплавляется под плотность от 1 до 1,1. А титан мы получаем фактически и алюминия полностью там 4,5 и 2,9. И это просто если мы не получаем нужную плотность, значит мы нарушили где-то техпроцесс. Так же самое надеемся и на пике будет. Единственное мы должны все равно понимать, что мы приближаемся, например, если при переработке полимеров, мы все время приближаемся к качеству лития под давлением. Но в отличие от процесса лития под давлением там более выражена анизотропия, чем при испекании мы же сферы испекаем. Это как если мы наполняем литьевой материал сферическим наполнителем, то есть анизотропия минимальная. Но как только мы, например, с полиамидом 12 уходим на стеклонапол на полиамид, мы тут же получаем анизотропию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!